Телекомпания «Вид» представляет. Далёкие города и заповедные уголки мира. В авторской программе Дмитрия Крылова «Непутёвые заметки». Доброе утро. Вы хоть заметили, что октябрь уж наступил? Уж роща отрихает последние листы с ноги своих ветвей, вдохнул осенний хлад. В общем, слякотно у нас и промозгло. А где-то светит жаркое солнце, плещется море, прозрачное у берегов и густо-фиолетовое на глубине. А рядом ажурная, почти воздушная мечеть, а напротив лавка антиквара, где продаются настоящие карабины начала века. И кинжалы с искривлённым по 90 градусов серпом лезвия. А чуть подальше вереница Роллс-Ройсов у высоченной двери Национального банка, отлитая из чистого золота и стоимостью свыше 12 миллионов долларов. Страна абсолютной монархии, где народ боготворит своего правителя. Вы скажете, ну, это сказка. Но это сказка наяву, и имя ей Аман. Мы добирались в Аман через Дубай, столицу Арабских Эмиратов. Таможенные формальности были весьма условными, визу получили уже на месте. Нас ждал новенький джип, и не теряя времени, прямо из дубайского аэропорта мы отправились в Аман. Добирались примерно часа 3-4. Великолепные дороги, прекрасный автомобиль. Но, в общем, время пролетело незаметно. И вот мы в Амане. Итак, непутёвые заметки или аравийская терра инкогнито. Почему так? Да от того, что Аман сравнительно недавно стал открытой страной для туризма. А до 70-го года, то есть до правления нынешнего султана Кабуз Бен Саида, Аман представлял собой вообще царство мракобесия и отсталости. Султанат Аман – чрезвычайно живописная страна. Горы, ослепительные водопады, величественные пустыни и дюны, зелёные оазисы и песчаные пляжи – всё это отличает Аман от других стран Персидского залива. Аманом очаровывались и Бен Батута, и Марка Пола. Здесь был погребён Джо, правило царица Савская. Отсюда отправился в плавание Симбат-мореход. Аманцы всегда были широко известны как хорошие торговцы и мореходы, установившие связи со всеми частями света. Например, в VIII веке в Китае проживала большая колония арабских купцов, построивших мечеть в Кантоне. Она до сих пор, кстати, существует и является самой древней арабской мечетью Китая. В Аска-де-Гама, отправившись в своё знаменитое путешествие, в 1498 году взял в помощь знаменитого аманского мореплавателя Ахмеда Маджида, открывшего морской путь вдоль мыса Доброй Надежды с помощью компаса и своих записей. Но славу этого открытия досталось португальцам, а не Ахмеду. В первом тысячелетии до н.э. Дафар, это южный регион султаната, стал важным источником товара – ладана, обогатившего тех, кто занимался его выращиванием. Ладан использовался в Египте ещё в 2800 году до н.э. Египетская царица Хадшапсут, помните, я вам о ней рассказывал, что она даже бороду приклеивала, чтобы быть похожей на фараона. Так вот, царица отправила свой флот за ладаном в Аман. Завоёвывая Восточную Африку, Ближний Восток и Индию, португальцы строили форты. Но было бы неправильно считать, что большинство фортов было построено только португальцами. Нет, они соорудили несколько фортов вдоль береговой линии, а большинство же крепостей и сторожевых башен, а их более 400, были построены правителями Еребой и Альбусаидом и находятся в хорошем состоянии по сей день. Колониальное владычество португальцев длилось полтора века, а затем в эти края пришли захватчики перца. Но и они были изгнаны. Хитрые англичане пошли иным путем. Не сумев покорить Аман, они навязали султану договор о дружбе и взаимопомощи. Но благодаря этому обстоятельству никто уже больше не осмелился покушаться на Аман. Аман принял ислам в 630 году. Ревностные мусульмане, аманцы гордятся тем, что их предки приняли ислам еще при жизни пророка Мухаммеда. А сейчас вот обратите внимание на эту типичную Аманскую крепость. Такие крепости проектировались таким образом, чтобы выдержать самые долгие осады. Чтобы сделать свои крепости неприступными, осажденные шли на всякие хитрости. Из бойниц на осаждающих летели огненные стрелы, лилось раскаленное финиковое масло. А внутри крепости было множество каналов с проточной водой и большие запасы продовольствия. Все это делало такие крепости действительно неприступными. Мы видели потайные комнаты и тайные ходы, покоя и мама, и его многочисленные семьи. В крепости была разработана система связи, тогдашний телефон, она же система прослушки. Но эта система нам хорошо знакома и по сей день. А это пыточная комната для разговора по душам. Наш гид Яхи показывает, как коварных изменников обручали скандалами и заточали в темнице, где действительно была кромешная тьма. И дикий вой, несшийся из специальных отверстий, сводил с ума заключенных. В начале 19 века начался период расцвета Амана. В то время столица Эмирата считалась по праву центром всех государств Персидского залива. Затем наступила полная изоляция страны до тех пор, пока к власти не пришел султан Кабуз. Для того, чтобы понять значение нынешнего султана Кабуза, дай Аллах ему здоровье и долгих лет жизни, надо вспомнить его папу, султана Саид Бей Тимура. Он жил как отшельник, и всех своих подданных заставлял жить подобным образом. Под страхом тюремного заключения запрещалось носить очки и зонтики, европейскую одежду и обувь, читать газеты и слушать радио, играть на музыкальных инструментах и выезжать за границу, петь или курить в общественных местах. Для совершения любой покупки требовалось личное разрешение султана. Заходом солнца столичные ворота закрывались, электричества не было, ходить ночью по улицам разрешалось лишь, держа около лица большой керосиновый фонарик. За нарушение этого правила людей без суда и следствия сажали в тюрьму. Честному человеку нечего скрывать свое лицо, говорил султан Амана. Тогдашний правитель держал страну в строгой изоляции от внешнего мира. Все 38 лет существования Саид Бей Тимур лично выдавал визы иностранцам, и то преимущественно двум категориям. Специалистам-нефтяникам, поскольку доходы от нефти шли в султанскую казну, и парням крепкого телосложения, то есть английским офицерам, которым он доверял охранять его абсолютную власть. На всю страну, где число неграмотных составляло 95%, приходилось три начальных школы, да и то только для мальчиков. Один госпиталь и ни одного аманца-врача, но зато 7 километров асфальтированных дорог. Аманцам нет нужды путешествовать, учил Саид Бен Тимур. Кто живет на побережье, не должен ездить в центр. Тому, кто обитает в центре, нечего делать на побережье. Полные самоизоляции страны превратили Аман в политический анахронизм 20 века. У них не было ни думы, ни министра печати, ни телевидения, ни путевых заметок. Ну, то есть вообще ничего не было. Так не могло продолжаться бесконечно. И 23 июля 70-го года парни крепкого телосложения помогли поставить у власти сына султана, красавца Кабуса Бен Саида. Итак, мы с вами продолжаем знакомиться с Аманом. Приезжая в страну, о степени ее развития можно судить по трем показателям. Дорогам, машинам и отношениям людей к руководству. Дороги в Амане на уровне лучших мировых стандартов. Ну, где вы еще увидите такие вот клумбы и вазоны с цветами. Разве что только в Сингапуре. Машины на порядок престижнее, чем во многих развитых странах. А как относится Аманца к своему нынешнему султану? Начиная с зала прилета, дорожных столбов и кончая самой маленькой лавкой, торговцы везде висят огромные портреты его высочества. Улицы, площади, порт, единственные страны университет. Все это имени султана Кабуса. 18 ноября, то есть вскоре после нашей передачи, султану Кабусу исполнится 60 лет. Это дворец султана, находящийся в столице Амана, в Маскате. Но как он там живет и с кем, никто не знает. Известно только, что семьи и детей у него нет. Подданный видит его раз в год во время национального праздника, 18 ноября, то есть в день рождения самого султана. Так вот о султане. В 16-летнем возрасте нынешний монарх был направлен на учебу в Англию. Два года он учился в частной школе, затем поступил в Королевскую военную академию. По окончании два года служил в английской армии, в пехоте. Затем закончил курсы начальника штабов Германии. Так вот, за 30 лет султан Кабус вырвал страну из мракобесия и изоляции. Сделал Аман одной из самых преуспевающих стран мира. Ну а теперь сделаем небольшую паузу в нашем политпросвете. И посмотрим на Аман с точки зрения туриста. Аманские отели поражают своей роскошью. Это просто настоящие дворцы. Есть даже один шестизвездочный отель. В нем останавливается сам султан. А как вам эти рояли, роллс-тройсы в холле отеля? Это вот к вопросу об уровне сервиса. Цены в Амане примерно на 20% выше, чем в соседних Арабских Эмиратах. Султан Кабус поставил целью добиться аммонизации общества. В страну вернулись богатые аманцы-иммигранты, привыкшие к подобной роскоши, вот как в этом отеле. Теперь они живут здесь так же, как жили в Англии и Швейцарии, а то и лучше. Вот когда у нас в стране станет так же, как в Амане, то есть когда наши богатые эмигранты без боязни решат вернуться в Россию, а наши олигархи вернут свои капиталы на родину, потому что это будет выгодно, тогда и мы заживем так же, как в Амане, где нефти-доллары пошли на благосостояние населения. И хотя в Амане строгий поританский уклад жизни, основанный на исламских ценностях, но здесь нет никакой ксенофобии к иностранцам. Аманцы не употребляют сами алкоголя, но в Султанате разрешена свободная продажа спиртных напитков для иностранцев, для которых работают и бары, и дискотеки. Вот в этом симпатичном баре под названием «Клаб Сафари» идет программа под названием «Акуна Матата», что в переводе «суахили» означает «нет проблем». В Амане нет преступности, воровства, коррупции. В Амане нет места религиозному фанатизму. Но здесь заметно меньше мечети, чем в Кувейте или Эмиратах. Но зато здесь установлены памятники книгам, потому что книга – это источник знаний. Конечно, это смотрится несколько трогательно, как и памятники домашним и диким животным. Но самый символический памятник я увидел в предместье Маската, рядом с султанской барвихой. Это символ богатства и благополучия. Любой житель Амана, подавший прошение, получает от государства пособие, или, если хотите, прожаточный минимум – 500 долларов в месяц. Оставляю этот факт без комментариев. И вот второй символ благополучия Амана, отлитый из чистого золота 7-метровая дверь Национального банка, стоимостью 12 миллионов долларов. Однако нам пора на экскурсию. Я уже вам сказал, что география Амана весьма разнообразна и привлекательна своей особой красотой. Вспомните, я вам совсем недавно показывал Марокко и Израиль, а до этого Тунис и Египет, Арабские Эмираты и Орданию. Каждая страна по-своему хороша. Аман также неповторим. Мы искали селение одну сотню километров по пустыне и горам. И при желании подобное путешествие, действительно яркое и незабываемое, туристы могут включить свою программу. Вот мы с вами и добрались до местной достопримечательности, гигантской воронки от падения метеорита. Не знаю, в чем тут секрет, но опустившись на дно воронки, я испытал нечто. В общем, это было ощущение связи с космосом, как будто я попал в некий энергетический луч, исходящий из глубины куда-то в бесконечность. Это только поначалу кажется, что здесь безлюдные побережья. А приглядишься, вон какой-то оманец приехал полюбоваться морем. Спешат деловые птички, следы пустынной лисицы на песке. Она очень маленькая, но с огромными ушами, вот как у этого ишака. На ночь мы остановились на побережье, чтобы в 4 утра с рассвета понаблюдать за гигантскими морскими черепахами. Это черепаший пляж, заповедник. Здесь обитает крупнейшая, уникальная популяция лагерхетских морских черепах. Они выходят на берег, чтобы отложить яйца. Но мы вот, к сожалению, спугнули эту тетушку Тортилу. Она только-только собралась рожать, а тут я со своей камерой и света. Чтобы ей легче было добираться до моря, мы стряхнули с нее лишний песок. Это был, ну, как бы акт извинения за вторжение. Если кому-то из вас повезет, и вы окажетесь здесь, у вас есть шанс увидеть только что вылупившихся черепашек, прокладывающих себе путь к спасительному морю. Но то, что вы наверняка увидите, это восход. И тракторный след, который оставляет за собой черепашище. В следующее воскресенье мы вернемся в Султанат Аман. У меня нет сомнения, что это очень привлекательная страна. И хотя Аман граничит с Арабскими Эмиратами, но здесь нет русских челноков. И вообще русских туристов пока очень мало. Возможно, для кого-то это может стать привлекательным обстоятельством. Аман не для массового туризма. Аман для ценителей комфортного отдыха и арабской экзотики, еще не обезображенной цивилизации. Встретимся через неделю. Пока. Ваш мудрый и добрый Султан Д.К. Султан Д.К. Султан Д.К Султан Д.К